Доброго времени суток! Приветствую вас в моей новой рубрике МИК, что расшифровывается как Man in Game. Здесь я буду рассказывать об играх, не подходящих под формат старого былого. Я познакомлю вас с новыми и не очень играми, о которых вы может быть и не слышали, а может и слышали. Рубрика направлена на те игры, которые по моему мнению достойны внимания, но теряются на фоне чего-то более популярного. И первой игрой для пилотного выпуска я выбрал Grimdawn. Она представляет из себя экшен-рпг. На фоне большинства деблоклонов, создатели из Create Entertainment удивили меня. Поскольку студия была создана из бывших членов Iron Lord Entertainment, они заявили о праве на игровой движок Titan Quest. Во времена, когда в игры вкладываются огромные средства, маленькая независимая студия с помощью кикстартера смогла собрать средства для разработки Grimdawn. 15 мая 2013 года состоялся выход альфа-версии. 5 ноября того же года игра появилась в Steam. Увидев такие даты, многие могли подумать, стоп, Тесла, игре уже 7 лет, да она ж подходит под старое былое. Спешу ответить, официальный релиз состоялся 25 февраля 2016. Я же ознакомился с ней осенью того же года и влюбился в первый час игры. Мрачная атмосфера, напоминающая викторианскую эпоху, интересная система прокачки и возможность создать того персонажа, которому вы бы хотели пройти игру. А самое главное, игру до сих пор поддерживают разработчики и к ней уже вышло два крупных сюжетных дополнения, а также горнила. Но обо всем по порядку. Попав в главное меню, нам необходимо будет создать персонажа. Здесь нет разнообразия в выборе лиц, причесок, цвета кожи, всё по-суровому, мужчина или женщина. Возможно, но и к лучшему, ведь при дальнейшей прокачке персонаж будет закован в доспехи, так что мы узнаем нашего героя только по голосу. Если вы захотите почувствовать всю тщетность мира игры, окунуться в сложность с самого начала, рекомендую поставить галочку «Ветеран». Монстры будут потолще, а персонаж будет получать больше опыта. Если вкратце, сюжет игры разворачивается в мире Каерна, после мрачного рассвета. Человечество проигрывает войну хатанийцам и эфериалам, тварям из других миров. Для того, чтобы выжить, оставшиеся люди объединяются в маленькие группы и ведут свою борьбу с неземной угрозой. Как и в большинстве экшен-рпг, сюжет мы узнаем не только через диалоги и катсцены, но и через записки, дневники и прочие подобные письмена, которые будут разбросаны по Каерну. При получении своего первого уровня у героя появляется древо классов. Их в классической игре 6. Солдат, подрывник, оккультист, ночной клинок, мистик и шаман. Также в двух дополнениях были добавлены еще три класса. В прахе Мальмута появился Некромант и Инквизитор, а в забытых богах – Хранитель Клятв. Для тех, кто будет проходить игру впервые, я очень советую выбрать класс Солдат. Это очень универсальный персонаж, и его можно без труда комбинировать с другими. По мнению многих, это лучший класс в игре. Выполняя задания в Каерне, мы будем находить алтари, с помощью которых мы получим очко благочестия. Но бесплатно ничего не дается. Поэтому нужно будет убить тварей охранников, либо принести какие-либо материалы. Эти очки мы можем потратить в созвездиях. Новых игроков может испугать такое количество возможных путей развития. Но на практике, уже к третьему-четвертому часу игры, вы разберетесь, что полезно для вашего билда. Кроме алтарей, очки можно получить в Гарниле. Для этого придется докупить одноименное дополнение. Гарнила является дополнительным игровым режимом, где мы сражаемся с множеством волн монстров. Оно подойдет как для прокачки нового персонажа, так и для проверки вашего ветерана. Гарнила делится на три типа сложности, точно так же, как и сюжетная кампания. Для открытия всех режимов, необходимо пройти хотя бы одним персонажем. Сражаясь на последних волнах, можно с легкостью потерять курсоры за обилие спецэффектов. Прохождение Гарнила заканчивается, когда персонаж погибает, либо переживает все волны. Чем больше волн вы переживете, тем ценнее будет награда. Это отличный способ фармить легендарки, когда вы достигли уровня 80+. Вернемся из дополнений к основной игре. Получив 10 уровень, открывается возможность выбрать вторую специализацию. Подобное мы могли видеть в Титан Квесте, но в отличии от нее, здесь комбинирование классов выглядит куда интереснее. Подробных советов по выбору специализации давать не буду, все индивидуально. Хочешь танка с большим поглощением урона быстрой регенерации, создай боевого мага. Хочешь поливать противника огнем из винтовки, совмести с подрывником. Питовод, управляющий армией миньонов. Идеальный ассасин, который кромсает всех двумя клинками. Стихийный инквизитор, который огнем и молнией будет карать всех неверных. Комбинаций может быть огромное множество. И такая вариативность добавляет игре огромный плюс, делая ее реиграбельной многократно. Стоит также упомянуть о кооперативе. Здесь он поддерживает до 4-х человек. Чем больше людей, тем сильнее противники. Однако в этом есть свой плюс. Лут падает каждому свой, а обмениваться вещами никто не запрещает. Тем самым можно увеличить шансы на получение нужной вещички. Однако не все с этим режимом идеально. Дело в том, что для возможности играть вместе, каждому игроку необходимо иметь те же дополнения, что и у создателя комнаты. Что лично у меня вызвало неудобство. Когда я купил забытых богов, мои друзья решили отложить покупку до лучших скидок. А когда мы хотели поиграть вместе, подключиться не удалось. При этом, отключить дополнение через главное меню не было возможности. Несмотря на этот жирный минус, полно игроков, которые любят проходить такие игры в одиночку. Да я и сам из таких. Ибо никто из моих друзей, кроме меня, ее не проходил более 10 раз на разных персонажах. Разработчикам удалось создать идеальную замену Diablo 3. Если вы еще не играли в Grimdawn, самое время попробовать. Тем более, впереди осенняя и зимняя распродажа в стиме. А на них игру отдают примерно рублей за 200. Возможно, некоторых оттолкнет качество картинки, модельки персонажей, внешний вид большинства доспехов и оружия. Но давайте помнить о том, что игрой занимались независимые разработчики, а помогли ее создать спонсоры на Kickstarter. Если закрыть глаза на эти вещи, мы получим бодрую экшен-рпг с красивыми эффектами и расчлененкой, интересной прокачкой, а главное, вариативностью в создании своего класса. Игра не накружает новичка лишней информации. Все о классах и созвездиях написано коротко и внятно, а если останутся вопросы, всегда можно обратиться на форум игры. Там есть удобный калькулятор персонажа, где можно создать наброски ваших будущих билдов. Подробная информация, где добыть определенные предметы, как пройти квесты и так далее. Ссылочку оставлю в описании. Для меня по сей день эта игра остается любимой, что легко можно понять по часам проведенных в ней. И мне жаль, что у хорошей игры такой маленькой русской комьюнити. Игре я поставлю 9 из 10. Поиграть стоит обязательно. А на сегодня все. Таким был пилотный выпуск Миг. Надеюсь, вам понравится подобный формат коротких обзоров, где я заостряю внимание на игровых механиках, а не столь на сюжете. Оставляйте свое мнение и предложение в комментариях, ставьте классы, бейте в колокол. А с вами был, как всегда, я, Тесла. До скорых новых встреч.